Добрый вечер, уважаемые слушатели! Давайте начнем тогда наш семинар. Центр компьютерного обучения специалист при МГТУ имени Бауна предлагает вашему вниманию семинар на тему «Достоинства и недостатки. Табличные верстки веб-страниц относительно блочной». Да, день добрый. Меня зовут Валентин Гребцов. Я преподаватель Центра компьютерного обучения специалист при МГТУ имени Бауна по направлению веб-технологии. Я буду вести наш семинар. Верстка веб-страниц в процессах формирования в текстовом либо в EasyWing редакторе, а также результат этого процесса, то есть, собственно, веб-страницы. То есть, в итоге, как раз та страничка сайта, которую мы с вами хотим получить. Любая веб-страница, зависимость от графического макета, технического задания, ее наполнения представляет из себя, по сути всего лишь навсего, набор блоков. Вот здесь, на картиночке, которая перед вами находится, изображена, скажем так, классическая трехколоночная схема. Сверху у нас с вами находится блок, так называемая шапка, в которой у нас с вами находится логотип компании, как правило, и название сайта. Зачем он нужен, этот блок у нас, чтобы посетители нашего сайта могли сразу понять, они вообще на тот сайт пришли, который хотели попасть, или, можно сказать, ошиблись адресом. Собственно, это как витрина магазина. Также в этом блоке, который у нас называется шапка, может располагаться контактная информация. Имеет смысл это делать в том случае, если компания, к примеру, сделала сайт, посвященный распространению товаров и услуг. То есть человек мог сразу связаться с владельцем сайта и сделать непосредственно заказ. Дальше. Что у нас еще есть с вами здесь, на нашем сайте? Если наш сайтик состоит из нескольких страниц, то логично предположить, что у нас с вами будет еще один блок, который называется меню. Ну, это логично, потому что нам же надо, чтобы посетители нашего сайта переходили из одного раздела в другой. Хочу сразу здесь отметить, что при разработке сайта созданию меню уделяется большое внимание, так как красивое, прежде всего, удобное меню позволяет посетителю легко ориентироваться по нашему сайтику и быстро находить нужную информацию. Следующий большой блок, который у нас изображен на картиночке и так называемое основное содержимое нашего сайта или нашей страницы. Это, собственно, и есть то, зачем пользователи, посетители нашего сайта как раз к нам и приходят, то, что они хотят нам найти. Нужную информацию, либо сделать заказ в интернет-магазине, либо посмотреть что-то про южные отели. Ну, и, собственно, последний. Четвертый блок – это так называемый подвал, в котором находится информация о разработчике сайта. Также там могут находиться ссылки на дружественные ресурсы, счетчики посещаемости и так далее. Как правило, подвал этот расположен в самом низу сайтика, поэтому так и называется. Но ничего нам не мешает его расположить и сбоку. Так. Ну, собственно, после того, как мы с вами посмотрели основные составляющие сайта, основные блоки, из которых он состоит, можно непосредственно прийти к рассмотрению способа чертской страницы. То есть, собственно, ради чего мы с вами здесь и собрались. Итак, первый способ южных наших страничек. А, вот такой вопрос нам интересный поступил. Где лучше размещать меню справа или слева? Собственно, смотрите, на многих сайтах меню бывает как, как вы правильно заметили, как с правой стороны, как с левой стороны, прошу прощения, так, собственно, и с правой стороны. Ну, если вы обратите внимание, то на многих сайтах менюшка находится слева. Почему? Ну, просто к этому уже как бы все привыкли. То есть, ну, если у вас, собственно, задумка сайта такая, и пользователям будет удобно, и идея хорошая, ничего не мешает менюшку с правой стороны разместить. Или вообще даже сверху. Табличная верстка. Табличная верстка – это у нас условные названия метода верстки HTML документов, при котором в качестве структурной основы для расположения текстов и графических элементов наших страничек используется таблица, то есть HTML Tag Table с невидимой границей. Это известный способ формирования веб-страниц, применяющихся на множестве сайтов. Такая таблица фактически представляет собой модульную сетку, в которой удобно размещать отдельные элементы веб-страницы. Кроме того, принято считать, что простота и быстрота такой верстки, табличной, естественно, а также корректное отображение в разных браузерах – основное преимущество табличной верстки. К этому мы сейчас, собственно, вернемся к этим вопросам, что у нас такое простота ее и быстрота такой верстки. Табличная верстка получила свое распространение в давнишние времена, которые предшествовали появлению стандарта CSS, то есть наших любимых каскадных таблиц стилей, которые применяются на люблем сайте для его оформления. Почему она получила распространение в то время? Да очень просто. Просто на тот момент у нас не было другого способа, как можно было точно расположить элементы на нашей страничке, то есть именно задать в нашем акете им определенное местоположение. Вот, собственно, перед вами макетик сайтика, который сделан при помощи табличек. Что у нас с вами здесь есть? Вот она, шапка у нас сверху, наш заголовочек. Ниже расположен у нас блок меню навигации по нашему сайту. В центре находится у нас основное содержимое, то есть как раз то, за чем пользователи к нам приходят. Также здесь показан кусочек HTML-кода, при помощи которого эта страничка вся собрана. И, собственно, справа вот они, знакомые нам баннеры уже. Табличная верстка имеет одну интересную особенность. При увеличении высоты одного из блоков, одной из колонки, вот в данном случае центральной, в одной строке, естественно, остальные ячейки, которые находятся у нас в этой строке, то есть основные наши блоки, вот он левый и вот он правый, они увеличиваются автоматически. То есть здесь это очень хорошо видно, например, по фоновым рисуночкам. То есть, как вы видите, желтенький фончик полосатый, он у блока меню доходит до конца, и синенький фончик полосатый тоже у блока баннера доходит до конца. Хотя наполнение в этих блоках закончилось довольно-таки скоро. Вот он, фактически, блок баннера, где он у нас заканчивается. Дальше. Что здесь еще есть интересного, на что следует обратить внимание? В шапку, в нашу, ну, в заголовок сайтика, я поместил кроме названия еще два логотипа. Красненький и зелененький. Для того, чтобы расположить, собственно, нужную информацию в шапке, я сюда вставил еще одну табличку, поскольку у нас разговор сейчас идет о табличной верстке. Что в итоге получилось? Вот она, наша шапка. Вот это, по сути дела, ячейка идет, кдшка. И внутри нее помещена вот еще одна табличка, которая состоит из трех ячеек. Собственно, где вы видите? Левый логотипчик, красный, заголовок во второй ячейке. Вот он он, и, собственно, правой логотипчик. Дальше, что у нас с вами еще есть интересного при табличной верстке? А если у нас интересно, то вот что. Как видно на этом слайде, при использовании табличной верстки для достижения требуемых результатов можно вкладывать одну таблицу в другую. То есть, собственно, что как раз сейчас я вам и на HTML-файле и продемонстрировал. То есть, вот, фактически, это у нас идет одна табличка, внутри которой вложена слева еще одна для блока меню, и справа вложена еще одна табличка, в которой у нас с вами будут находиться, ну, тоже какие-то разделы. На первый взгляд, конечно, если посмотреть, структура очень понятная. Все замечательно, все красиво, все подробно, все ясно. Но, когда мы с вами будем уже пытаться все это, такой макет сверстать, получится очень одна неприятная вещь, а именно, что HTML-код будет довольно-таки сильно завален вот этими вложенными таблицами. И в нем будет очень-очень сложно разобраться. Кроме того, страницы будут очень-очень много весить. Это раз. И еще один неприятный момент такой, что страницы, HTML-страницы, на которых огромное нагромождение HTML-тегов, не очень нравится поисковым системам. То есть нам бы желательно нашу страницу бы освободить от лишних тегов. Как это можно сделать? Один из способов, который применяется, вот, собственно, что из себя представляет. То есть, как вы видите, по сравнению с предыдущей картинкой, структура не изменилась. Что мы сделали? Мы взяли вместо вложенных таблиц, слева и справа, применили замечательные атрибуты, которые есть у ячеек нашей таблички. Callspan – горизонтальное объединение, и Rowspan – вертикальное объединение. Тем самым, очень здорово, мы с вами сократили код, используемый HTML-страниц. Стало гораздо легче, гораздо симпатичнее. Если, к сожалению, не одно но. Все бы хорошо, только посмотрите, что здесь у нас происходит. Денное количество ячеек слева, одна большая ячейка по середине, и две ячейки у нас с вами справа находятся. Ой, как бы теперь бы, если бы в этом макете нам бы не пришлось добавлять бы, к примеру, сюда, или удалять бы, допустим, вот отсюда одну из ячеек, делать это придется очень аккуратно теперь работать с нашим макетом. Почему? Потому что неаккуратное добавление всего лишь навсего одной ячейки или ее удаление просто может привести к тому, что наш макет развалится. Ну, есть, в общем, такой еще один неприятный момент у нас существует при работе с табличками. То есть, опять же, при, вот именно в том случае, когда мы с вами пытаемся сделать, сверстать сложный макет сайта при помощи таблиц, надо быть очень-очень аккуратными и внимательными, иначе может, что на самом деле закончится плачевно. Макет просто развалится. Следующий еще момент, который у нас есть с вами в табличке. Опять же, по-моему, кто-то... А, кто-то из вас уже спрашивал по поводу горизонтального меню. Таблица имеет еще одну интересную особенность, а именно... Из-за того, что таблица имеет жесткую табличную структуру, то есть строки, ячейки, мы получаем серьезные ограничения при верстке веб-страниц, а именно... Например, на этом слайдике изображена ситуация, когда не просто картинка, которую можно смело разделить на две части, а полноценный функциональный блок, в данном случае меню, находится на границе двух ячеек. То есть, если бы это была бы просто картинка, как бы без вопросов можно было бы разрезать ее пополам, половину сюда, половину сюда. Но это вот именно полноценный функциональный блок меню. По задумкам своего дизайнера, я хочу вот именно менюшку расположить вот здесь. Не в самом верху, не внизу, а вот именно на пересечении двух ячеек. При помощи таблиц, в принципе, это сделать, конечно, можно. То есть, можно сделать здесь вложенную таблицу, как-то ее там наобъединять, наразъединять. Здесь тоже что-то придумать, наобъединять, наразъединять. То есть, создать несколько таблиц с довольно-таки сложной структурой. Потратить на это кучу времени, и самое обидное, что не факт, что из этого действительно что-то получится. Дальше. А как же поступить в эту ситуацию, если все мы с вами сделали, менюшку здесь разместили, нам надо с вами посмотреть следующую ситуацию, следующий вариант. Что у нас с вами произойдет, если наше менюшку вдруг возьмет и увеличится в размерах. То есть, к примеру, прибавится мне еще пара-тройка пунктов в меню. То есть, она еще сюда будет залезать, сюда будет залезать. С табличкой уже, к сожалению, такой номер не пройдет. И наш макетик фактически придется нашу страничку переделывать заново. Что в итоге у нас сами-то получается при нашей табличной верстке? Принято считать табличную верстку простой и надежной. Но насчет простой, честно говоря, поспорил бы, потому что простая она получается только в случае, если у нас действительно очень простой макетик нашего сайтика. Со сложными макетами придется, опять же, делать энное количество уложенных таблиц. И будет-будет очень-очень много нагромождения. А что касается надежности, то тут все зависит всего лишь навсего знания языка HTML. Автоматическое изменение ширины и высотой таблицы в зависимости от содержимого. Очень классная вещь и очень удобная. То есть, опять же, то, что мы с вами смотрели уже. Вот, трехколоночная схема, левая колонка меню, центральная колонка основного содержимого, правая колонка баннера. Одна из них увеличилась в высоте, остальные за них подтянулись. Очень классно, очень удобно. Еще одна замечательная вещь, которая есть в таблице. Страница может занимать 100% высоты окна браузера вне зависимости от объема информации в ней. Речь идет вот о чем. С помощью таблицы можно добиться эффекта, что нижняя часть страницы, то есть ее подвал, выравнивается по нижнему краю окна браузера. Это имеет смысл в том случае, если объема данных не хватает для заполнения всего нашего документа. То есть, ну, маленькая у нас буквально страничка, то есть там буквально только контакты. Там буквально у нас только контакты указаны, и страницы просто у нас не хватает наполнения, чтобы она дотянулась до конца. То есть таблица нам позволяет что сделать? Задать ей просто высоту, всю высоту экрана 100%, и даже если наполнение у нас будет совсем чуть-чуть, она у нас до конца экрана, окошко нашего браузера все равно будет дотягиваться. Это очень удобно в том случае, когда действительно надо, чтобы все страницы у нас выглядели законченными, а не болталось что-то у нас там посерединке окошка нашего браузера. Ну, собственно, вот это самый большой недостаток таблиц, их неповоротливость. То есть мы с вами не можем в таблиц, к сожалению, выйти за пределы нашей ячейки. То есть мы должны работать только вот именно в ячейке. Как-то что-то разместить на пересечении двух ячеек в таблице, это очень-очень большая проблема. То есть это становится весьма серьезным ограничением. Следующая штучка, которая у нас с вами есть, следующий способ верстки сайтов. Это у нас так называемая блочная верстка. Блочная верстка – это способ верстки HTML-документов, которым структурными элементами для расположения информации на странице, как текстово, так и графической служат, блочные элементы контейнера. Преимущественно это у нас с вами всем знакомый HTML-тег-див. С появлением каскадных таблиц-стилей, это у нас конец 96-го года, блочная верстка получила широкое распространение благодаря гибкости при создании веб-страниц. Про это мы с вами поговорим чуть попозже и подробнее. Хотя тут надо отметить, что правда без CSS, каскадных таблиц-стилей, блочная верстка вообще невозможна. Хотя с другой стороны, где вы современные сайты видели, без применения каскадных таблиц-стилей. Кроме того, при использовании CSS мы с вами можем отделить оформление сайта от его содержимого. То есть дизайн разделить отдельно, наполнение оставить отдельно. Это очень удобно. Странички получаются легкими. Кроме того, можно сделать даже что-то наподобие разделения труда. Один человек занимается версткой сайта, второй занимает его оформлением, другой человек занимается его наполнением. Блочную верстку у нас с вами называют еще верстка слоями или верстка с стилями. Первоначально понятие слои вела компания Nescape, включив в свой браузер поддержку замечательного тега Layer. Правда, только если честно признаться, браузер Nescape этот тег поддерживал. Этот тег позволял управлять содержимым страницей, что-то показывать, что-то скрывать, устанавливать положение элементов относительно окна браузера, накладывать один слой на другой и так далее, и так далее, и так далее. Несмотря на столь впечатляющий набор возможностей, тег Layer не был включен в спецификацию языка HTML. И так и остался расширением только для одного браузера, Nescape. Однако, необходимость указанных возможностей, которые бы применялись на сайтах, уже назрела. И в конце 1996 года синтаксис для работы со слоями был разработан. Это, собственно, и есть у нас с вами как раз день рождения наших таблиц стилей. Сейчас принято считать, что слой – это элемент веб-страницы, созданный при помощи пресловутого нашего тега div, всеми любимым, которому применяется стилевое оформление. Что же касается надежности блочной верстки, я уверен, многие про вас это слышали, что вроде как сайты сделаны на блоках, а не в таблицах, они не очень надежны. Так вот, что же касается надежности блочной верстки, то в настоящее время разработчики популярных браузеров, таких как Chrome, Mozilla, она же Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, стали подридерживаться спецификации языка HTML и CSS, что сильно облегчает жизнь создателям сайтов. То есть, поскольку надо уже на так называемую кроссбраузерную верстку, чтобы сайт у нас одинаково выглядел во всех браузерах, естественно, и корректно работал, тратить гораздо-гораздо меньше времени. Что же у нас тогда получается в итоге? Получается вот что. В случае блочной верстки страничка у нас с вами представляет набор блоков, из которых верстальщик всего лишь навсего, опять же, точно так же, как в полиграфии, располагает в нужном ему порядке. Вот она, опять же, наша трехколоночная схема. Сверху блок шапка, слева меню, в центре основное содержимое, справа блок нашей баннеры. И все бы тут было бы хорошо, если бы не одно маленькое но. К сожалению, блоки у нас с вами не являются, не уявляются колонками, как ячейки в таблице. Поэтому наши блочные элементы, в данном случае контейнеры div, по умолчанию вводятся в так называемом нормальном потоке, то есть друг за другом. Сейчас я вам эту картинку покажу, только не пугайтесь. Итак, с табличной версткой познакомились. Попытка сделать блочную верстку. Опа! Как вам такая страничка? Не правда ли, предыдущая наша вот эта табличная выглядела поинтереснее? Что мы здесь с вами можем наблюдать? Наши цветные логотипчики, которые были при табличной верстке, оказались друг за другом. Я, правда, здесь еще для наглядности один добавил синенький. То есть теперь они располагаются у нас вертикально, а не горизонтально, в блоке шапка, как было до этого задумано. Три основных блока, меню, баннеры и содержимое, тоже самое идут друг за другом. Хотя, если посмотреть вот здесь представленный код, то что мы с вами здесь можем увидеть? Вот он, наш блок, шапка, сам вверху, который находится. И вот они, собственно, три блочка, которые должны находиться. Три логотипа. Но они почему-то из него вылезли. То же самое и творится у нас с вами снизу. Вот он, блок меню, блок с баннерами синенький, и блок у нас контент. То есть несмотря на то, что они находятся у нас в одном блочке, в отличие от ячеек таблицы, не захотели наши деревы располагаться колоночками. Решили они идти друг за другом. Но это, опять же, не проблема. При помощи всего лишь навсего применения каскадных таблиц стилей к нашему макету можно добиться, собственно, вот такого интересного эффекта. То есть все блоки вернули, встали на те места, которые нам с вами нужны, как раз согласно нашему дизайну. Вот он, блок меню. Слева как бы так остается. Только теперь блок основной содержимой оказался по центру. Блок с нашими баннерами оказался справа. HTML-код в этом случае, что в этой страничке, что в этой страничке, он абсолютно идентичен. То есть блоки расположенного структуры нашего макета, она абсолютно ничем не отличается. Просто для второй странички были применены стили, и вот все получилось замечательно. Все хорошо, все аккуратненько смотрится, к сожалению, если бы не одно маленькое «но». Смотрите. И обратите, пожалуйста, внимание на следующую вещь. В центральном блоке, где находится основное содержимое, у нас довольно-таки много с вами присутствует наполнения. В данном случае текста. Он у нас дотягивается до конца, все хорошо. А вот что касается правого блока нашего, где находятся блоки баннера, то наполнение совсем чуть-чуть. Я просто здесь немножко так искусственно увеличил. Так вот, поскольку дивы наши не являются, блочные элементы дивы, не являются у нас с вами колонками, как в табличке. Блоки у нас, к сожалению, имеют такую неприятную вещь, как они автоматически не подгоняются под высоту соседнего. Но, к счастью, это тоже не проблема. То есть, достаточно сделать следующее. Взять вот эти вот три нижних блока, которые у нас находятся внизу, желтенькое меню, основное наполнение и наши баннеры, и вложить, скажем, еще один блочок. Вот, правый фончик. То есть, блок левый фончик отвечает за этот, блок правый фончик отвечает за правый фон. В итоге получается у нас с вами что? То же самое, что было при нашей табличной верстке, в итоге то же самое получили мы с вами и при нашей блочной. Вуаля, как видите, никакой разницы. Резонный вопрос. А что ж тогда полезного от нашей блочной верстки? Чем она хороша? Ну ладно, кода чуть поменьше. Ладно, там еще что-то вроде как там поменьше. Вроде как-то что-то лучшее. Но принципиальной разницы, как вы сейчас видите, между этими двумя страничками нет. А разница на самом деле есть. Я специально здесь, вот эти вот три блока, на вот этой вот картиночке, расположил вот именно таким вот образом. То есть как бы, чтобы они вот друг на друга накладывались. Нет, естественно, они расположены в определенном порядке. Это не случайно получилось. Вот эти вот три блочка, которые вы здесь видите, это на самом деле не картинки. Это полноценные блоки, три контейнера. Вот они. Первый логотипчик, второй дифф, второй логотипчик и третий логотипчик. То есть это действительно полноценные блоки, в которых можно разместить не просто вот, как сейчас здесь, непонятные прямоугольнички цветные, а там действительно можно разместить информацию. То есть картинку кликабельную сделал, полноценный кликабельный логотип, который нас будет возвращать на главную страницу, разместить там видео, флеш-анимацию, меню, все что угодно. Что еще интересного есть в нашей блочной верстке, к чему мы с вами подходим? Несмотря что вот эти вот три наших блока, вот они находятся внутри блока шапка, они каким-то образом здесь из нее почему-то пытаются выброситься. То есть, что у нас получается? Красный блок, он действительно находится на своем месте, как и положено. Но зелененький блочок я расположил чуть пониже. То есть, видите, чтобы он еще немножко залезал на блок меню. Зелененький блок вообще, он находится у нас и в шапке, и находится внутри блока меню, и находится еще, залез даже кусочком на наше основное содержимое. Такой эффект возможен потому, что каждый блочный элемент, в данном случае наш TechDiv, это самостоятельный элемент, не имеющий жесткой привязки. Иными словами, блочная верстка нам дает полную свободу, в отличие от табличной верстки. Помните, слайдик такой у нас был совсем недавно, с нашей табличной версткой, где мы хотели, мы хотели, вот, менюшку разместить посерединке, то есть между двумя ячейками, фактически, чтобы она и здесь была, и здесь была. При помощи таблиц нам это сделать не удастся, но при помощи нашей блочной верстки, пожалуйста, вот этот вот синенький блочок мы с вами можем расположить фактически в любом месте нашего макета. То есть, вот, пожалуйста, здесь мы спокойно можем расположить, то есть можно сделать такой интересный дизайн. Ну, как вам такой результат? В таблице мы с вами, к сожалению, этого не добьемся. Что у нас в итоге тогда можно получить при нашей блочной верстке? В итоге что у нас оказывается? Блочная верстка сейчас не менее надежна, чем табличная. Разработчики браузеров сегодня стараются учитывать спецификации как языка HTML, так и CSS, что позволяет сайтам с верстными стилями действительно выглядеть надежно, в том числе и современно. Блочная верстка, кроме всего, очень гибкая. Примером, пожалуйста, вот являются наши блочки синенький и зелененький, которые спокойно перемещаются по нашему макету. Более понятная структура HTML документа. Как видите, ничего здесь вообще сложного нет. То, что отсутствует автоматическое изменение размеров одного блока колонки при изменении размера соседнего, вот как раз то, что у нас с вами было в самом начале при нашей блочной верстке, не доходит наша колоночка правая до конца. Опять же, сейчас это не проблема совершенно. То есть, есть много очень решений этой задачи. Да и тем более, по сравнению с этими сложенными таблицами, не такая уж и страшная эта вещь. Кроме того, существует при блочной верстке еще одна очень любопытная вещь. То есть, мы можем взять одну и ту же с вами страничку сайтика, создать для разных устройств, чтобы она выглядела на них по-разному, оптимально. То есть, используя вот это свойство медиа, мы можем сделать так, чтобы у нас весь, на экране компьютера весь макет наш, наш макет занимал весь экранчик. На мобильном телефоне, допустим, отключить мы с вами можем боковые колонки, чтобы они не отображались. А, если человек захочет нашу страничку распечатать, текст у нас там какой-нибудь полезный для него оказался, для принтера, к примеру, можно взять, отключить все картинки, которые у нас есть на странице. И все это можно сделать с одной страничкой. То есть, страница у нас в этом случае будет полностью универсальной, и пользователям будет ее удобно просматривать, воспринимать информацию на всевозможных типах носителей. Вот это, собственно, и есть основные преимущества у нас блочной верстки. То есть, что она более гибкая, и то, что мы можем сделать одну и ту же с вами страничку для различных устройств, который и там, и там будет выглядеть очень даже интересно. Так. Так что же все-таки лучше у нас в итоге, блочная верстка или табличная? На самом деле, кому что нравится. Табличная верстка, она более простая. Опять же, если речь, конечно, идет у нас с вами только о простых макетах. А блочная верстка, она более гибкая. Но что нам с вами мешает взять и совместить оба этих способа? В этом случае HTML-код становится вообще простой и доступным. Вот она. Табличка наша внешняя. Менюшку, к примеру, можно лево оформить при помощи абзацев. Справа вставить те же самые, там, два, три или сколько надо, вот этих наших контейнеров в диф. В результате, как вы видите, код получается вообще очень простой и очень понятная структура нашей странички. Но, что же у нас все-таки с вами касается таблиц? Еще, что у нас с вами есть в итоге, по поводу наших вот этих вот табличек. Если у нас сами возникает... То есть, если сайтик можно верстать как блоками, так и таблицами, то когда речь заходит о размещении внутри нашей странички, скажем, какого-то материала, который имеет табличную структуру, ну, в данном случае фотогалерею хочу сделать, то вот это, как вы прекрасно понимаете, самый удобный, простой, рациональный способ, самый замечательный сделать это вот именно при помощи таблиц. То есть, как раз вот именно использовать табличную структуру. Потому что здесь каждую картиночку размещать в отдельный блок диф, потом задавать ему положение, координаты, расположение, и множество других свойств, но это, мягко говоря, не очень удобно. Другой пример, пожалуйста. Если вам на сайте надо разместить прайс-лист. Но здесь, как вы видите, уважаемые слушатели, без замечательной табличной структуры не обойтись просто никак. То есть, без нее вот это вот сделать практически просто невозможно. Ну и, собственно, тогда, что нам с вами остается. То есть, макет страницы вы можете делать, собственно, создавать как при помощи таблиц, так и при помощи блоков. Но располагает в ней содержимое, имеющее табличную структуру, то есть, наши вот эти фотогалереи предкуранта удобнее при помощи табличек. В любом случае, независимо от типа верстки, чтобы создать красивый современный сайтик, без применения стилей наших любимых не обойтись. Так. Ну и, собственно, спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Так, Юлия, если не ошибаюсь, вы как раз спрашивали по поводу высоты заголовка и подвала. То есть, как раз, собственно, с чего мы с вами начали. Высота, что шапки у нас, что вот этого файлика подвал, который у нас есть, то есть, вот этого раздела подвал, который есть в самом низу, они могут быть абсолютно любыми. То есть, ну, как правило, стараются делать что-то в районе там 100-150 пикселей. Высоту. Но, опять же, все зависит исключительно от вашего макета. Некоторые сайтики делают, ну, если на многих сайтиках сделан, например, вот меню, горизонтально идет в самом-самом верху странички. Еще это слюри и очень даже неплохо смотрится. Так, Юлия, к сожалению, у нас вот эти вот движки к нашей теме не относятся. То есть, ну, если в двух словах, движок – это когда вы сайт просто не руками пишете, а просто за вас кто-то уже сделал шаблон, и вы фактически шаблон сайта, и вы просто его заполняете своей информацией. То есть, теми же самыми картинками, тем же самым там своим текстом. То есть, ну, это уже готовый шаблончик сайта, где уже все там за вас вертали, все сделали. Ну, мы сейчас как раз вот именно с вами говорим про то, как сделать вот именно сайтик своими руками. Хочется же вам, наверное, чтобы ваш шаблончик сайта был не просто, как у всех, а вот именно индивидуальным. Так, да, Елена, конечно, смотрите. Вот, собственно, как мы с вами здесь делали. Вот, Александр, прошу прощения, как можно вот эти, я так понимаю, две колонки привести в Дивов одинаковую по высоте. И вот эта левая, и вот эта правая. Да, смотрите, здесь никакого собственного секрета нет. Вот она, как здесь сделано. Вот наши вот эти вот колоночки, которые находятся внизу. Три меню, баннеры и основное наполнение. Я их здесь для того, чтобы правая колоночка у нас дотянулась до конца, разместил их не только в один блочок Див, чтобы они вместе жили как бы, а их поместил еще во второй блочок Див. То есть, как вы видите, вот этот вот один контейнер, в котором они находятся, отвечает у меня за левый фончик, а вот этот вот второй контейнер отвечает у меня за правый фончик. Потому что у нас, к сожалению, у одного блочного элемента может быть только один фоновый рисунок. Так, а вот то, что касается у нас... Так, как определить размер страницы относительно размера экрана? Елена, смотрите, а тут, собственно, вот в чем дело. Так, как определить размер страницы? Опять же, все зависит исключительно от вашего, собственно, дизайна, который вы сделали сайтику. Может быть, абсолютно у вас в любой ширине. То есть, может быть, и маленький, и узкий, может быть, он и здоровый, и, допустим, широкий. То есть, занимать ширину макета, когда у вас 100% ширина экрана. Абсолютно и тот, и другой способ имеет место быть. То есть, в сайте может быть по ширине абсолютно любой. Все зависит просто исключительно от ваших, вот именно, задумок, как вы хотите, чтобы он выглядел. Елена, что касается, как выглядит CSS для этих дивов. Дело вот в чем, что как раз я вам сейчас показываю вот этот вот макет, который мы рассматриваем на, собственно, наших вот этих вот курсах, на наших, собственно, курсах по созданию сайтиков. Там как раз очень подробно все это рассматривается у нас, как сделать подобные эти сайтики. То есть, как сделать подобные вот именно сайтики, как это все можно приверстать, подобные макеты. Что нужно знать еще, так, Мария, что нужно знать помимо HTML и CSS для создания сайтов? А что вы, например, хотите просто еще на сайте у себя получить? Если вы хотите какое-нибудь грамотное, ну, не грамотное, точнее, а яркое динамическое оформление, то есть, какую-то анимацию, чтобы там еще все двигалось, шевелилось, там, ну, чтобы почему-то все ярко было и живо. Без слэш-анимации здесь не обойтись. Если вы собираетесь сделать, например, еще интернет-магазин, если вы, например, собираетесь интернет-магазин сделать, то вам там по-любому тогда надо информацию как-то заказа обрабатывать. То есть, без языков программирования там уже, собственно, не обойтись. А так, в принципе, все зависит от того, что вы хотите сделать. Да, Юлия, вы абсолютно правы, Dreamweaver позволяет он и блочную, и табличную верстку делать. Но то, что я вам вот эти вот макетики показывал, я их сделал просто тут буквально за день и сделал их просто в самом обыкновенном текстовом редакторе блокнот. То есть, даже к Dreamweaver не прибегал ради этого, ну, смысла просто нет. Какой курс у нас с вами делает этот упор на... Упор... Да, Мария, вот курс делает упор у нас на вот эти девы и CSS. Честно говоря, мы на всех наших курсах, в основном, которые посвящены веб-технологиям, стараемся вот именно при оформлении сайтов посвятить, в основном, больше уделить внимание как раз блочке верстки. Потому что она более мобильная, ну, более, она имеет просто более возможности. Поэтому, в принципе, у нас вот это даже самый первый уровень, вот HTML, CSS уровень 1, который, кстати, вот скоро у нас стартует несколько курсов, ведут разные преподаватели, в том числе и ваш покорный слуга. В основном мы стараемся там упор как раз на блочную верстку делать. Таблицы мы, естественно, рассматриваем. У нас практически на них там целое занятие отведено, потому что, извиняюсь, как тот же самый там прайс красиво, красиво оформить, чтобы не было действительно красиво, не так, как у всех. То есть сделать это, естественно, можно только при помощи таблицы. Так, да, Мария, пожалуйста. Мария, ваш вопрос, имеет ли значение блочная верстка или табличная для переноса сайта на CMS? Честно говоря, я так понимаю, что, опять же, вопрос про наши вот эти вот движки, опять же, немножко не по теме. Как правило, то, что когда вы сталкиваетесь с каким-нибудь движком, с CMS, то же самое там, джаммой, друпалом, ну, опять же, что вам ближе, там за вас фактически все это сделали. Все, что вам остается, просто воспользоваться существующим шаблоном. А как он сделал там на движках при помощи таблиц смешанная верстка? Честно говоря, там уже за вас подумали, и там это уже все есть. Поэтому к этому делу наше, собственно, занятие это не относится. На движках там на этих CMS уже все есть. Юля, опять же, то, что вы спрашиваете, грамотно писать руками или в Dreamweaver делать, а в чем вам право, и что вам мешает в том же самом Dreamweaver использовать? К примеру, там же есть замечательный режим у нас, код. Вы можете в нем все это делать руками. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Также в Dreamweaver там же не только дизайн у нас есть, а тот же самый режим код. Кроме того, там в Dreamweaver просто он удобнее. Там есть в нем всякие там заготовочки уже, то есть всякие вкусные, вкусняшки там есть. Всякие готовые блоки. Но программка просто очень такая, как бы назвать бы, навороченная. Вот. Ну и, собственно, для того, чтобы с ней общаться, то есть как бы желательно с ней сначала бы как бы подружиться, то есть познакомиться, узнать, как она работает. Иначе, может, на самом деле, все нехорошо закончится. Татьяна, я понял ваш вопрос. Татьяна, то, что вы спрашиваете по поводу этого свойства, то, что он прыгает у вас в интернет-эксплорере, это просто смотреть надо. А так, к сожалению, вам никто, к сожалению, это вам так не ответит. Больного надо видеть. Приходите, посмотрим. Ну, Владимир, не вопрос. Понятие блочной верстки, в принципе, по-хорошему она подразумевает только вот именно использованные блочные верстки. Но что нам с вами мешает, к примеру, использовать смешанную? Каркас вы можете сделать с таблицы, как, собственно, я показывал. А внутреннее содержимое там можете теми же самыми там дивами сделать, чтобы на блоке просто разбить, чтобы можно было легче управлять информацией. Не вопрос. То есть, вам же в любом случае для ваших дивов, которые там находятся, вы будете какие-то свойства задавать. Оформление, фон, шрифт для них задавать, еще что-то. Поэтому это всего лишь навсего просто как бы блочная верстка, табличная верстка, как бы, ну, просто такие абстрактные понятия. Да, Олег Тимофеев, то, что вы спросили, то, что касается древивера лишнего в код добавляет. Опять же, он лишнего в код добавляет, если вы работаете только там в представлении дизайна. Представление, если вы будете работать в этот самый код, ничего он лишнего не добавит. Мария, вот вы говорите, что флэш у нас с вами выживает с айфоновыми и прочими устройствами. Да, к сожалению, такое есть. Но, а с другой стороны, есть очень много красивых сайтов, очень много их, с классной анимацией, которую по-другому просто сделать никак не получится. И как, извините, быть тогда с этой красотой. Так что, флэш у нас, да, есть такое дело, что вы прекрасно знаете, что он немножко так отходит на второй план, но, опять же, это пока что мешает ему, опять же, вернуться обратно. Потому что очень много людей на этом завязано, очень много сайтов на этом сделано, и просто так от этого отказываться, ну, вряд ли кто будет. Анастасия, то, что вы спрашиваете, то есть, куда вам лучше углубляться, ну, как вы сами сказали, то, что знания у вас есть, опять же, в принципе, и то, и другое применяется. Если вы, например, собираетесь сделать интернет-магазин, как вы сказали, на том же самом друпале в системе управления, то по-любому вам придется, даже если вы где-то готовый шаблон возьмете, его полностью там переделывать. Те же самые, что там заказ оформлялся грамотно. Так что там без PHP и JavaScript все равно не обойтись. Все это, собственно, сейчас завязано одно и то же. Друпа, вот это, грубо говоря, просто у вас будет оболочка, а ваш PHP и JavaScript вот именно как раз будут отвечать за это работать. Так, Александр, то, что вы спрашиваете, позволяет ли смешанная верстка размещать диву в любом месте экрана или только в пределах его родной ячейки таблицы. Без проблем, можете даже при смешанной верстке диву куда угодно там засовывать. Можно ли в диву вставлять таблицу, а почему нет, тоже люди. Можно и в диву таблицу вставлять, и наоборот. То есть, вот как раз как я вам сделал. Вот она идет. Вот она, блочная верстка здесь вся готова. А вот, пожалуйста, табличка вам для размещения фотографий. Или прайса. Так, я имею в виду, если есть задание свистать одну и ту же страницу на дивах отдельно таблицах, можно использовать один и тот же табличный основной каркас. Или это уже в конкретных случаях по-разному. Абсолютно правы, к сожалению, вам также абстрактно отвечу, что это в конкретных случаях по-разному. Но, как правило, если макетчик у вас действительно там в нем прямые линии, то есть так, все вот именно строгая такая табличная структура в нем прослеживается. Почему нет? А какие-то элементы, в принципе, можно там при помощи дивов, те же самые свойства позиционирования взять это все и вынести за пределы. Абсолютно вам ничего не мешает это сделать. Так, Мария, если вы спрашиваете по поводу вот этого... Ну, это под плюс-плюс, да, там есть подсветка этого самого синтакса CSS. Да вот она у вас, правая колонка. То есть, смотрите, то, что как раз вы спрашивали, правая колонка здесь почему до низа она растянулась, потому что у вас, у вас, вот здесь как раз все это находится внутри блочка. Вот он так и назвал, правый фон. То есть, вот этот блочок, правый фон, он у нас находится вокруг всего макета. Здесь вопрос, ответ-то как раз, собственно, не в CSS, а вот именно вот здесь, вот в этом вот. Вот он как раз в этом контейнере, в диве. То есть, и вот как раз для этого блочка правый фон, потому что в нем находится и меню, и баннеры, и вот это вот, ну, есть меню, баннеры и основное содержимое. Вот он проходит, это граница этого блока, вот правый фон в самом низу, поэтому просто растягиваются за блоком нашим, самым большим блоком в данном случае основное наполнение. Фончик, соответственно, блок растягивается вместе с ним. Вот и все. ССС, к сожалению, просто я вам, честно говоря, руки просто у меня не поднимутся его прислать, потому что я его специально просто делал для этой презентации, выглядит он, честно говоря, там не как для рабочего сайта, а выглядит там, честно, признаюсь, страшно, довольно-таки нехорошо, поэтому использовать его как на практике, мягко говоря, не рекомендую. Мария, то, что вы спросили, есть ли какие-то правила хорошего тона при применении таблиц-блоков, какие-то ситуации, в которых перепочтительны то ли иное? Да вы знаете, наверное, есть. Какой ноги встанете? Встанете с левой, значит таблица, встанете с правой, значит блоки. А так, в принципе, все зависит от ситуации и что больше нравится. А, да, вот это, да, но ТПАД плюс-плюс, да, Максим Кузнецов, как раз то, что вы написали. Татьяна, то, что вы спрашиваете, где взять фотогалерею HTML и CSS, я так понимаю, вас интересует вот эта динамическая фотогалерея, что там картинки двигались. Эта штучка такая называется, она у нас называется вот этой библиотеки Ява-скриптов, так называемой, jQuery. Вы их можете спокойно взять в интернете, не вопрос, они там есть в огромных количествах. Единственное, только существует с ними одно но. Если вы хотите сделать это, где галерея действительно классная, чтобы там фишка была на ней, а не в стиле с гордым названием, как у всех, там желательно покопаться в огромном ее коде и... Да, моя... Да, Елена, я понял, сейчас покажу. Вот, покопаться вот именно ее коде и довести до ума. То есть это как раз вот именно, это все пишется, не нашли email, CSS, вот эти галерейки, это все делается как раз на Ява-скриптах, у них, у нас по Ява-скриптам есть шикарный курс, ведет его не менее шикарный преподаватель Алексей Тарасов. То есть как раз он там, вот эти вещи, они там и пробуем, делаем, все это дело вставляем. Так, ну что, уважаемые слушатели, собственно, спасибо вам большое за внимание. Эх, жалко, времени маловато. Ну, мы еще увидимся у нас. Спасибо, с прошедшими вас праздниками. Субтитры сделал DimaTorzok